Вот я уже и собралась, идти домой, получила дозу позитива, восполнилась моя энергия. И с вами бы хотела немножко поговорить об обидах. Каждому из вас знакомо, что такое обида. Мы обижаемся на кого-то, мы сами обижаем кого-то. Но в итоге обида – это большой блок, блокиратор денег, успеха, счастья и хорошего настроения. Ведь когда мы… кто-то нас обижает, ведь у нас такая грусть на душе, не хочется ничего делать, не можем общаться с этим человеком. Поэтому я решила открыть вам тайну и научить вас, чтобы вы отпускали все свои обиды. В этой жизни каждый из нас делал кучу ошибок, но этот путь мы должны были пройти. Все, что идет, идет к лучшему. Обижая кого-то, мы совершаем ошибки и учимся на них. Подумайте. Примите решение, что вам нужно покончить с этими обидами. Просто простите всех, кто вас обижал. И вы тоже. Ни на кого не обижайтесь. Ведь это произошло не случайно. И вы поверьте, когда вы не будете заострять на этом внимании, переборете себя. И забудете, простите. Вам станет намного легче смотреть на этот мир и жить. Если вам нанесли глубокую обиду, просто можете написать письмо на бумаге этому человеку, ну и не отправлять его. Вселенная получит уже сигнал о том, что вы простили этого человека. А так, кому вы можете сказать «прости меня», скажите, это будет вам плюсом. И поверьте, всё сразу изменится. Потому что я с каждым днём веряюсь в том, что чем позитивнее и добродушнее мы будем относиться друг к другу, тем больше у нас будет шансов на успех, на здоровье, на улыбку, на гармонию с собой и окружающим миром. Друзья мои, это так чудесно, когда все вокруг прощены и все живут дружно и мирно. Даже когда кто-то ругается, не поддерживайте этого человека. Просто уйдите в тень и всё, пускай ругается. Или отключите телефон, или соглашайтесь, будьте просто зрителем. Не вступайте и ничего никому никогда не доказывайте. И не оправдывайтесь. Если вы начинаете оправдываться, значит, вы чувствуете себя виноватым. Поэтому, когда человек будет никак не реагировать на какие-то подколы, то, конечно, этот сам человек, который начинает этим заниматься, у него пропадет интерес, и он отстанет от вас один-два раза и всё. Просто старайтесь избегать общения с такими людьми. И вообще негативных людей убирайте из своей жизни. Не надо ругаться с ними ничего. Просто потихонечку фильтруйте свой круг общения. И исчезайте культурно, красиво. Не ответьте один раз на телефон, второй раз. Если узнаете, что вы собираетесь в гости, и там этот человек будет присутствовать, найдите причину не пойти туда. И так постепенно, всё по-хорошему, мир вокруг вас станет дружным, чистым, светлым. И всё наладится. Вот у меня единственное, конечно, каждый день какие-то приключения происходят, да. Может быть, какая-то обида у меня есть и на маму, которая тоже обижена на меня за что-то, да. Дети мои тоже как-то по-своему обижены. И я на них обижаюсь каждый раз. Но я уже стала в последнее время контролировать себя. Мама там начинает что-то там, жаловаться на этот. Я просто про себя говорю мимо меня. И стараюсь как-то успокоить её. Не раскручивать эту тему. Или даю ей высказаться. И всё выпускаю в другое ухо. Через другое ухо выпускаю. То есть не оставляю в себе этот негатив. И действительно всё это сразу восстанавливается через какое-то время. Вчера моя мама утром мне звонила со слезами на глазах, что я плакала мне. Как мне тяжело с ней общаться иногда бывает порой. Я так стараюсь, мамочка, любимая моя, дорогая, всё будет хорошо. Я говорю, сейчас внуков нет рядом с ней. Я говорю, ты же отдыхаешь, тебе же хорошо. Да, я отдыхаю, но мне так жалко, что они там в Турции не ходят на море, так как в этом городе нет моря. Я говорю, я бы их повела бы сюда, на море бы, походили бы они, хоть немножко иммунитет укрепили. Жалко их, когда они приедут. Я говорю, мамочка, всё, что идёт, идёт к лучшему. Оставь их, отпусти, им там хорошо с бабушкой. Они в Турции, она им ни в чём не отказывает, везде их возит, всем их кормит. Ведь им там очень хорошо. Если было плохо, они бы уже давно были бы рядом с тобой. Не так ли, друзья мои? И вот она настолько переживала, настолько переживала, и вроде бы потом под конец разговора успокоилась, выплакалась, успокоилась. И вечером звонит мне, что они, внуки, возвращаются. И она в шоке. Как они возвращаются? Ведь я не ожидала так, через два дня, представляете? Ведь я не ожидала. Ой, надо же подготовиться. И дочка тоже вся на этах. Она её, как говорится, настропалила. В общем, друзья мои, я и подумала. Ведь мама моя делала запрос с Вселенной. Ведь она и хотела увидеть их, хотела на море повезти. И Вселенная ей ответила. Вот тебе, внуки, веди их на море. Так что, друзья мои, наши цели все исполняются, когда мы делаем, их просим от всей души. Вот она так в слайдах рассказала об этом, о детях. Вот и Вселенная её наградила приездом неожиданным. Вот такие чудеса происходят. Всё, я побежала домой. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет интересно. Скоро я поеду в деревню, покажу вам деревню нашу. Кто ещё не знает, не знаком с моими родителями, родителями мужа. И ещё я хотела сказать, что сегодня базар, но мы решили с мужем ничего не покупать, так как уже скоро уезжаем. И не знаем, на какой срок, зачем это нужно. Так что ничего интересного, наверное, не будет. Поэтому буду публиковать то, что есть. И до скорых встреч, мои дорогие. Решила я зайти на базар и посмотреть, показать вам, как здесь с утра начинают собирать. Орешки. Орешки. Крук и соль. Сыры и так далее. Как я давно не была на базаре. На рынке. Делень. 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 Пойдём дальше сами. Поснимаю чуть-чуть. Такой красивый виноград. Тальфан. Собал. Клубника. Цены не написаны. Инжир. Бананы. Посмотрите. Бамия. Сорок лир килограмм. Такая фасолька. 18 лир. Барбуния. И фасоль такая. 13 лир. Груш много появилась. Виноград. Видите? Без косточек. Хорошие помидоры по 8 лир. Свежая 18 лир. 10 лир огурцы. О боже. 10 лир огурцы. А персики какие хорошие. Персики почём? Персики 15 лир. Три раза с прошлого года. Кабак. Такие помидорчики. Баклажаны. Молоденькие, молоденькие. Нектарин. Красивый. Грибочки. Нектарин. Обалденно красивый. Бананы. Инжир появился. Но инжир после того, как я... Ой, черешня есть. После того, как я увидела, что там какие-то паразиты есть. У меня вообще желание пропало. Его кушать. Яблочки свежие, зелененькие. Много появилась. Много появилась. Груш. Это такая красота. Овощная. Видите? Кусточка. Там шпинат. Спала. Ну и все, друзья мои. А там одно и то же будет. Все. Побежала я домой. Все. Вот видите. Успела вам даже показать вот эту красоту. И цены. А вот и я, друзья мои. Такая лохматая. Вся мокрая. Сейчас быстро в душ. И потом. За дела. Еле открыла дверь. Сегодня, чем я занималась. Вы сами знаете, что вся в сборах. Вся в своих делах. Подытоживаю все дела. Сегодня по бизнесу у меня был контракт. Покупка ценных бумаг. И закончила. Все завершила. Все перестирала. Все перемыла. Холодильник освободила. Как всегда. Так столько дел. Хочу уехать в деревню, чтобы не оставлять ничего следов. Неизвестно на какой срок мы едем. Сейчас НДР пошел тоже что-то купить. Сладости тут в район. Он мне попросил пойти уж со мной. Я сказала, нет, у меня свои дела. Я обязательно должна сегодня пойти на зумбу. Обязательно должна пойти на зумбу, я сказала. Потому что я не буду столько времени там. Когда в деревне у меня пахать и пахать. Я так думаю. Не до работы будет. Хотя я планирую с утра вставать раньше всего. Позаниматься йогой. Пока там родители, чтобы не видели. Коврик естественно не повезу с собой. Но что-нибудь там приспособлюсь. Мы хотим выехать завтра в 8 утра. Автобус. Три часа в дороге, наверное, три с половиной. Это до Нигды. А там уже своим ходом с пересадками. Вот такая будет дорога. И не хотим на ночь глядя. Хотим чуть-чуть пораньше поехать. Не так жарко. Вот одену свое новое платье. Покажу родителям, какая я мастерица. И еще что хотела сказать. Да, цветочки вечером все переставлю на большой балкон. Позаливаю бутылками и их полью обильно. И попрошу соседку, чтобы она... Ведро там, кастрюли, все что есть наполнила. И попрошу соседку, чтобы она поливала и их приходила. И моих внуков, чтобы не залила. Вот это хочу сказать. Но они такие уже большие. В общем, вот такие дела мои дорогие. Завтра у моей внучечки день рождения Марии. Они приезжают в Атуми завтра в дороге. Если я денежку отправила на подарочек, на тортик хотя бы. И не знаю, будет связь там, не будет связь. Но не важно. Все, что идет, идет к лучшему. Запомните это, мои дорогие. Ну все. Автобус мой уехал. Пока я с вами вот три дела. В принципе, я не переживаю. Пять минут девятого. Мы половина девятого начинаем. Автобусы едут каждую минуту. Поэтому совсем не переживаю. Макияж не стоит делать туда. Там так жарко, что не до макияжа. Вот этим побрызгала я. Диаминт вот этого средства увлажняет лицо. И как будто у нее эффект пудры. Знаете, лицо не так сильно потеет. Ну посмотрим. Два раза делала. Ну что еще вам рассказать. Вот такой был плодотворный у меня день. С утра никуда не пошла, потому что с восьми уже работала. И все в предвкушении, в предвкушении деревни моей. Как там изменилось все или нет. Так интересно. Такой трафик, видите, вечером. Движение, движение. Маршрутки меня не устраивает. Знаете, зачем я буду по маршруткам, когда у меня автобус нормальный ездит? Вот такая у меня карта. Ашки мне дал карту. Здесь, кстати, открыли возле нас ДНР. Тут, смотрю, есть постоянно клиенты. Сижу вместе с вами и жду автобуса. Видите, какой трафик. Вообще, знаете, что цените людей, которые рядом с вами. Я хочу так, после нашего такого недопонимания, да, хочу так поговорить с родителями, в двух словах объяснить на моем ломаном турецком суть. Мы посмотрим, что получится. Поделюсь с вами обязательно. Они как раз сегодня звонили, спрашивали. Вы не приезжаете, мы им не рассказываем, что мы им сюрприз хотим завтра устроить, сделать. Так что вот такие дела. Ну, вот здесь сладости он купит, а мы уже там нигде продукты купим. Мясо у них есть, мясо они же зарезали на байрам. Не знаю, что купим. Посмотрим. Все, друзья мои, подключаюсь, буду ждать автобуса. У нас так мало на зубе. Человек, наверное, десять. Ну, так прохладненько, хорошо. Друзья мои, будем раздеваться, раздеваться. Зал почти пустой. Ну что, начинаем зажигать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...